Музыка как спорт. Чем больше тренируешься, тем лучше получается. Идеальное время урока — 6 часов. Примерно столько же занимался Паганини. С этих слов начал свой мастер-класс по виолончели заслуженный артист России, лауреат первой премии имени Чайковского Кирилл Родин. Поучиться у маэстера пришли десятки юных музыкантов. С каждым он познакомился лично. Урок затянулся на 4 часа. А вот виолончелист из Казахстана Даниэр Каримов отточил на занятиях пару приемов, которые не получались месяцами. Моей коллеге Светлане Еловнаровой он рассказал, когда впервые взялся за смычок, почему юношей в этом виде искусства не так много, и такая ли большая разница между школой и виолончели в России и Казахстане. Первые годы я просто так пеликал на четырех этих струнах. А потом уже дальше, с 6 класса, я начал ощущать, почему мало мальчиков. Потому что девочки более нежные, и они в музыке более такие хорошие. Я уже 10 лет играю на инструменте. Меня привела мама. Она рассказывает, что она увидела у меня талант. Ему еще не было годика, он показал свой интерес к музыке. Был случай, когда я спала, а сын просыпается в 3 часа ночи, он смотрит концерт. И я когда без... я же не буду у маленького ребенка спрашивать, выключать мне телевизор или нет. Выключил телевизор, а он пропел мелодию, слова и сказал «включи». Сейчас я в школе, 9 класс, выпускной. У меня по общообразовательным, честно говоря, ну не очень. Не переживаю о голосах. Почему? Да, ну так, чуть-чуть, изредка. Вот приеду в Астану и буду работать над заданиями. Я в Казани участвовал, вот второй раз в России уже участвую. В Казахстане 3 раза. Здесь дети играют одну и ту же партитуру, что и там. Там не все к искусству положительно, но многие. Мы не можем воспринимать музыку как-то по-разному. По-разному, может быть, исходя из, может быть, какого-то национального темперамента. Это язык интернационального общения. Музыка – это моя цель. Надеюсь, я займу хорошее место на конкурсе.